Рюкзак с рюкзаками. Мы смотрим Decayne Pro 2. Это очень крутая версия. И как я это определил? Во-первых, фасексы и фурнитура вот такая. Ее уже, кстати, не делают. И вообще, даже я не знал, что такая модель существует. Но я был очень рад ее приобрести. Начнем с карманчиков. Здесь есть карман, здесь еще один карман. Сюда вы можете всякие карманы загрузки дополнительно прикреплять. У него здесь фасекс для крепления борда. Смотрите, именной. Что еще? Эти тоже по бокам. Вы можете борт здесь закрепить, а еще борт можете закрепить вот здесь. Видите, это все растягивается одной рукой. Попробую. Левая у меня слабая. Нет. Да, я сделал это. И еще один фасекс. Вообще, они очень крутые и мощные, как будто из фильма Нолана выскочили. Такую фурнитуру ребята уже на рюкзаке жидят. И вот так вот вы сюда можете прикрепить борт. А еще я лайфхак подсмотрел в видосе. Вот представьте, вы едете там на гору, чтобы потом с нее спускаться. И холодные вот эти скамейки, и вы можете вот так вот, хоп, сидушку сделать себе и сесть на него. И попу не застудите. Очень, кстати, круто. Стяжка и с таким средней жесткости как каркас. У лямок. Лямки толстые, приятные. Здесь карманчик. Жива молния и пропитка от нее тоже в том числе. Вообще обожаю деками. Не скрою. Смотрите, вот эти штуки, они специально сделаны для всякой приблуды из, говорили, горной лыжи, да? Кто борт не предпочитает, использует горные лыжи. И этот рюкзак тоже предусмотрит. У него есть вот такая штука, трос. И вы по диагонали вот так вот свои палки и лыжи крепите. Вот. Здесь была такая металлическая штука. Она во всех рюкзаках со временем отлетает. Ничего не поделаешь. Дальше. Куда же вы положите свои очки, спросите вы меня. А я скажу, мне несложно. Вот сюда можно положить очки. Место есть. И у него еще дополнительные такие штуки. Вот видите фастекс потайной? Вот лыжи, которые там на щуп. Крепите. Вот еще один фастекс. И вот сюда вставляете. И все замечательно. Так, дальше. По отделениям пройдемся. Значит, надо бы купить штатив, а то одной рукой можно востриться. Смотрите. Это все для лопаты, я так понимаю, для лавинной. И для лавинного оборудования. Здесь специальные секции сделаны. Сделаны. Дальше. И одно общее отделение. Я сюда закинул спальник. Сейчас вытащу. Это отделение для ноутбука. Я так понимаю, кто любит с ноутбуком спускаться с гор. Там, конечно, есть пятно, но потому что его использовали. И настолько сильно использовали, что даже вот это, видите, уже здесь стерлось. Но рюкзак, во-первых, из самых крутых материалов. Самая крутая гавайская компания его сделала. Которая специализируется на оборудовании для сноуборда и горных лыж. Как-то я его неприветливо положил. В общем, крутецкий рюкзак. Во-первых, редкий. Во-вторых, много функционала. И он даже, в принципе, если вы не используете его где-то в горах, можете его как городской использовать. Потому что он очень крутой.